Здравия друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Мы продолжаем тему счастливой жизни. И сегодня поговорим об истинных желаниях. Зачастую человек не знает их. Он живет обычной жизнью и думает, что вот те желания, которые у него есть, это и есть истинные желания. То есть обычно это как происходит? С самого рождения в ребенке формируют, что он хочет желать. Его спрашивают, кем ты хочешь быть? И требуют от него или ожидают название какой-то профессии или то, что он будет делать. То есть на самом деле тут не дают проявиться тому, что человека действительно есть в душе. А если бы это давали делать, то ребенок бы отвечал совершенно бы иначе. Прежде всего очень важно понять, кто вы есть на самом деле. И в этом помогают духовные практики. Если некоторое время заняться медитацией, а лучше конечно заниматься ежедневно, то можно понять, что каждый из нас это осознание, духовное существо. И мы всегда являемся сами собой. Конечно же мы играем в игры. И в играх мы принимаем определенные роли. То есть это может быть роль ребенка, роль взрослого, роль сына, отца, дочери, матери, бабушки, дедушки, работника. Например слесара или бизнесмена или еще какого-нибудь. Но на самом деле это просто роли. И вот когда мы говорим, кем ты хочешь быть? То тут конечно же очень важен ответ и понять, что быть собой. Быть собой это так прекрасно, что если вы почувствуете это хотя бы один раз в жизни, то вы не захотите применять это ни на что другое. Ни на какие деньги, ни на какую славу, ни на какие другие вещи. Потому что это действительно та радость, которая, ну вот действительно от слова радость, то есть знание, которое есть в нас самих. И каждый человек может достичь этого состояния. Просто очень важно убрать вот эту шелуху, которая накопилась у нас и мешает нам чувствовать себя самим собой. То есть мешает нам понять, кто мы есть на самом деле. И эта шелуха, это все вот эти наши болезненные ощущения, переживания и так далее. Когда они заслоняют наше чувствование себя, то они говорят, будь этим, будь тем, едь туда, делай то, делай это. И все это очень-очень сильно мешает. И вот когда мы это все расчищаем, то мы понимаем, что вот это осталась пустота, пустотность. И вот это и есть мы. Вот это вот сознание. И каждый человек действительно может это почувствовать. Будь то в медитации или в какой-то другой практике. Я, например, применяю процессинг. То есть я каждый день делаю сессии, очищаю сознание. И вот как раз нахожусь в этом состоянии спокойствия, радости и счастья. Помогаю другим людям достичь этого состояния, чтобы каждый из них тоже мог быть в этом состоянии как можно больше времени. Да, бывает в жизни что-то выбивает, потом снова возвращайся, потом снова что-то. И так вот, чем больше находишься в этом состоянии, тем больше получаешь от жизни радости и счастья. То есть нахождение в настоящем времени, сей счастья. Поэтому я очень буду рад тем единомышленникам, которым действительно это интересно. Тем людям, которые действительно ищут духовную свободу и хотят быть счастливыми и радостными. Вы можете написать мне, контакты будут указаны под этим видео. И мы договоримся о бесплатной консультации, где пообщаемся. И я расскажу подробнее, как можно улучшить свое состояние и быть в состоянии счастья, гармонии, радости. Вот, поэтому буду рад, конечно же, если вы поставите этому видео оценку «Нравится». Если оно вам понравилось, подпишитесь на мой канал и поделитесь видео с друзьями. Я уверен, что среди ваших друзей тоже есть те люди, которым будет интересна духовная свобода, радость и счастье. На этом, друзья, на сегодня все. И мы скоро увидимся в следующих видео. До скорой встречи.